всех приветствую на своем канале меня зовут оля хочу вкратце рассказать о весенних покупках этого сезона 2017 итак первой покупкой хочу показать вам обувь обувь в америке конечно просто отпадная так много разных вариантов каких хотите хотела показать вам мои покупки именно в спортивном варианте это скетчерс и так не удержавшись купили аж две пары потому что вторая пара шла с 50 процентной скидкой у них очень часто проводятся такие акции и так вот такие первые они более высокие как ботиночки мне очень нравится вот это вот белая полоса я хотела что-то вроде nike мне сейчас вот нравится то что так подошва очень стильный очень классный очень удобные внутри во всех в основном установлены memory form то есть ходите как на подушках у них структуры такая как вязаная цвет меланж здесь и серый и черный и белый в принципе они настолько универсальные классические что я думаю много с чем подойдут я их даже думаю носить возможно с платьями спортивно стоила эта пара как видите 60 долларов написано что это скидка в среднем они где-то стоит в основном 70 80 долларов вот одну пару нам продали с 50 процентной скидкой это мы были в аутлете именно самого скетчерс вот вторая пара она тоже классическая универсальная одни кроссовки у меня уже есть от скетчерс я их просто ношу не снимая хотя у них не самый универсальный цвет я готова их с чем угодно сочетать лишь бы только обуть то что здесь внутри они настолько приятные мягкие никогда вы в них ничего не натопчете они удобны и для ходьбы и для города и для занятий спортом и для джима хотела сказать для тренажерного зала вообще просто супер всем их рекомендую попробовать хотя бы побудь походить в них по магазину я думаю что вы уже не захотите одевать что-то другое обувать потом покажу на ножки так следующая моя покупочка была куплена в тот же день обычная маечка базовая на на весну на лето мне она так понравилась она настолько мягкой у нее такой приятный материал это что-то вроде хлопка и вискозы в общем стоила на 29 долларов но у них была скидка проходили акции там 40 50 60 процентов в скидки по моему она нам досталось где-то за 19 следующей покупкой будет покупка в магазине всегда 21 всегда всегда стоила на 15 долларов это из новинок цвет просто бомбезный он немного ярче кстати на камере это боди но почему-то они не сделали здесь разъединение это немного неудобно но я честно говоря опять же из-за приятной ткани и из-за шикарного цвета я все равно соблазнилась и взяла красивая спина сейчас по мере вставлю обязательно покажу как это смотрится следующие покупочки были из h&m мы набрали майк футболок футболки были по моему по 6 по 7 долларов при покупке двух вы их две берете за 10 любит американские акции устраивать вот такой ворох набрали футболок ткань отлично 95 процентов хлопка и 5 эластана разные вырезы взяла черную две белых потому что это как всегда подо все у меня кстати никогда не было просто майк таких вот без надписи без всего я давно мечтала о таких майках футболках чтобы их можно было с любыми вещами сочетать с юбками с джинсами с брюками с жакетами с пиджаками с чем угодно и еще одна у меня темно-болотного цвета также разорилась взяла за 13 долларов не так уж дорого такая вот под замшу под замшу такая приятная кепочка классная это по-моему вареный хлопок значит у меня м к на мою большую голову мне кажется она вообще смотрится с чем угодно это по-моему вареный хлопок потому что она не такая вот она не такая вот Последнюю покупочку, которую хотела показать за этот сезон, это интимная, но я не могу сказать, что это интимная, все мужчины знают, что женщины это носят, все женщины это носят, я не знаю, какая женщина это не носит, это странная женщина. Это Victoria's Secret, их отделение под названием Pink, я была там первый раз, честно говоря, не совсем разбираюсь, что там за Pink и чем он отличается от Victoria's Secret, но подписано, что это Victoria. Секреты Victoria, вот такой обыкновенный базовый лифчик с пушапом, конечно, потому что я не считаю что-то ужасное показывать лифчики, которые вы купили, ну не знаю, вы совсем что ли? У вас какие-то, наверное, пошленькие мысли, если вы прям так уж стесняетесь показать обычный гардероб свой, обычный элемент гардероба. Они знают все женщины, и которые, в принципе, о нем знают все мужчины. Цвет взяла бежевый, потому что, как я узнала, что белый уже теперь не в моде, если вы носите какие-то майки, блузки полупрозрачные, белые из-под белого, как-то не очень смотрится, мне это тоже стало не очень нравиться. Лучше уж пусть будет бежевая, бежевая не выглядывает бежевая, не притягивает на себя слишком много внимания. Вообще это более, мне кажется, подходящий вариант. Немножко единственное, что я не угадала с объемом под грудью. У меня, оказывается, немного больше, чем я то, что взяла. Не забываешь название всего. Очень мягкая, но я не могу сказать, что прям чем-то очень-очень сильно отличается от того, что я обычно покупала у нас в России. Кстати, очень хорошие лифчики в России, мне нравятся в Нью-Йоркере. Лифчики я вам уж сори, мерить не буду. Оставлю это при себе и при муже. Но модель классная, собирает или делает из вашей груди нормальную грудь. Вот и все на сегодня, это все покупки. Всем пока-пока, хорошего настроения и всем весны!